Его называют посредником между истиной и человеком. На Востоке его сравнивают с прозрачной средой, которая принимает и передает знания, не искажая. Что принимаем мы? Олег Тарсунов предупреждает. Осторожно, это подмена. Принято считать, что детей надо зачинать, когда отучилась, обустроилась, получила квартиру. Осторожно, это подмена. В возрасте от 18 до 25 лет у женщины появляется сильное желание зачать ребенка. Она начинает думать о детях, ей хочется иметь ребенка. И в это время надо зачинать детей, потому что организм как раз в это время готов зачать, выносить и родить ребенка. Если вы, несмотря на это желание, продолжаете откладывать на потом, то это желание может исчезнуть на несколько лет. И в это время вы не сможете зачать. Или зачав, вы будете чувствовать себя плохо, у вас будет токсикоз или будет выкидыш. Поэтому надо очень серьезно задуматься над своим будущим и будущим своих детей, прежде чем откладывать это чувство, желание зачать ребенка на потом. Мы знаем, что в организме женщины, начиная с 13 и 14 лет, начинаются биоритмы, при которых яйцеклетка, созревая, проходит весь цикл и показывает таким образом необходимость зачатия. Определенное количество таких циклов женщина готовится, и потом приходит время зачинать ребенка. В это время организм созрел и готов. И это время нельзя упустить, потому что потом женщины очень сильно мучаются, пытаясь зачать ребенка, но время упущено. Статистика показывает, что через 6-7 лет совместной жизни без детей супруги утрачивают интерес друг к другу. Между ними начинаются раздоры, неприязнь, между ними появляется холодность в отношениях. Таким образом, в семью нужен ребенок. Если женщина считает, что главное – это обеспеченность, достаток, и тогда семья будет укрепляться, то это ошибка. Часто бывает так, что вы выучились, у вас появилась квартира, и все хорошо, но вы не можете родить ребенка. И ваш муж уходит в другой, и начинает быстро с ней родить ребенка. Вы стремились все обустроить в жизни и потом зачать детей, но у вас не получилось, муж ушел. Нашел себе девушку, молодую, которая ничего не закончила, но быстро забеременела. И она родила ему хорошего ребенка, а вы не можете. Каждая женщина для себя очень глубоко должна усвоить, что дети и семья для нее гораздо важнее, чем социальная обустроенность, комфорт, уют и так далее. Она должна стремиться к тому, чтобы в должный срок зачать ребенка и сохранить таким образом счастье и семью. Успех в жизни женщины означает успеть. Время предназначено для чего-то. Женщина должна понять, что ее счастье, ее смысл жизни очень сильно связан с детьми. Она чувствует себя очень комфортно, хорошо, когда появляется ребенок. У нее появляется энтузиазм жить и развиваться. Если ребенка нет, то психика напрягается, появляется растражительность, нарушаются отношения в семье. Женщина начинает чувствовать себя плохо. И в конце концов все это плохо влияет на гормональные функции и подталкивает развитие бесплодия. Если ваше сердце хочет ребенка, вы почувствовали необходимость его зачать, вы чувствуете, что легко сможете его выносить. Но выбирайте комфорт, уют, учебу и другие приоритеты. Осторожно, это подмена. Будете плакать горючими слезами. Субтитры создавал DimaTorzok